я получил несколько вопросов о том делаю ли я обычный самогон на сахаре и естественно я его делаю не только экзотикой занимаюсь потому что он нужен для различных наливок настоек которые я тоже люблю для этого в общем то я использую очень простые компоненты это спиртовые дрожжи полкилограмма полстакана гороха но здесь 10 килограмм сахара я буду использовать 8 из этой упаковки и соответственно 35 литровая фляга наполняю почти до 30 литров потому что дрожжи спиртовые и не образуют большой пены сейчас я займусь приготовлением сахара то есть сахар я не использую в чистом виде а варю из него сироп чтобы убрать все химические компоненты полученные при его изготовлении вот в этот бак я пересыплю 8 килограмм сахара зале водой и поставлю на плиту сахар пересыпан в бак или большую кастрюлю заливаю его сразу горячей водой и буду тщательно перемешивать пока максимально не растворится сахар а почему 8 килограмм дело в том что на 35 литровую флагу достаточно 7 килограмм однако после того как сироп сварится выспадет осадок и около наверное килограмма сахара я вылью в канализацию это будет тот вредный осадок который нежелателен в готовом продукте в виде растворенных всяких фракций всяких ядов непонятно пока закипает сироп займемся активации дрожжей я их залью пока что холодной водой а после когда сироп будет готов я еще сюда добавлю где-то около литра сиропа горяченького ну чтобы холодная вода компенсировала горячий сироп дрожжи нельзя подвергать высоким температурам потому что они погибнут эта культура все-таки живая вот я дрожжи залил теперь их разомыл растворю буду ждать готовности сиропа вот уже ближе к закипанию начинает образовываться пенка я ее буду снимать не знаю требуется это не требуется но я стараюсь чтобы сироп оказался чистеньким перед тем как его добавлять сироп закипел выключаю оставляю остыть и образоваться осадку ну вот еще горячий сироп я беру для дрожжей оттуда где-то у меня получается около полу литра я отсюда забираю вот сейчас разведу холодной водичкой чтобы дрожжи не убить его туда в ту массу дрожжей которая уже у меня вот растворилась и превратилась такой вот равномерную субстанцию вливаю сироп естественно температура сразу поднялась от горячего сиропа вот и это сейчас активирует дрожжи за это время пока не будут активироваться остынет сироп буду наполнять флягу тут еще кое-где поприлиплены дрожжи хорошенечко пытаюсь размять и растворить чтобы никаких комочков него чтобы все было равномерно пока остывает сироп посмотрим как поживают дрожжи вот как видите активировались и все замечательно идет вот сейчас остынет сиропчик и я начну все это дело соединять уже в то что станет брагой но и обратите внимание видите какая небольшая пена если хлебопекарные или другие дрожжи не спиртовые попробовать так вот на сахаре активировать пол килограмма тем более это будет у вас катастрофа все это выползет вылезет и случится беда поэтому вот именно такие дрожжи и нужны для правильного самогона варенья сироп остывает сейчас проверим его температуру 42 45 46 но в общем при разбавлении холодной водой будет вполне сносная температура для загрузки 47 градусов получилось переливаем сироп если видно вот он пошел осадок со дна его нужно отсечь к сожалению вот это вот пропадет это и есть причина того что сахар я добавлял больше чем положено на данную емкость заливаем сироп в канистру добавляем воды чтобы выровнять температуру 32 градуса оптимально для того чтобы выносить дрожжи вносим дрожжевую культуру и завершающая процедура внесения гороха мыл прилип извините смотрите как на горох реагирует ух ну вот все теперь в теплое место и на сбраживание это я перелил остатки сахарного сиропа обратите внимание какой цвет в этой жидкости серый страшный и здесь чуть больше литра но сейчас еще отстоится я покажу какой будет осадок такой вот осадок от сахара если бы не сироп то все бы это было в продукте процесс идет идеально два дня брожения посмотрим что внутри процесс активный все бурлит сейчас проверим на содержание спирта и так ориометр показывает 8 градусов на вкус уже брага немного горчит поэтому еще пара дней можно будет перегонять вот уже почти шесть суток как играет или гуляет брага она отгуляла сейчас проверим ее на спиртовое содержание сегодня солнечный день поэтому тяжело будет снимать на и постараюсь так берем виномер опускаем и видите он ударился в дно перелив более высокую мензурку вот у нас максимальный предел 13 процентов опускаем ну вот как раз 13 показывает правда еще силу поверхностного натяжения мешает в общем брага полностью отгуляла сахарное содержание 0 а спиртовое получается я не знаю видно не видно где-то 13 наверное с половиной то есть 17 обещанных по спиртовым дрожжам конечно выходит хотя если сахара добавить наверное получится все но я делал в пропорциях как раз где-то 13 половина 14 градусов можно начинать перегонку в куб налил 15 литров браги и 15 осталось и для следующей порции сейчас я когда начнется перегонка заберу 200 грамм голов вот для этого приготовил мензурку именно на этот объем при содержании спирта 13,5 процентов как раз получается 200 грамм при второй перегонке я заберу еще пять процентов то есть с этой же порции заберу еще 100 грамм таким образом общий головы с двух порций составит 600 миллилитров полученные легкие фракции уходят на технические нужды для разжигания мангала по и так или просто что-нибудь продезинфицировать после снятия голов отборная фракция показывает спиртовое содержание 75 градусов на ориометре будем брать все и хвосты в том числе потому что это первая перегонка а на второе же будем отсекать после 40 градусов результат двух перегонок дал шесть с половиной литров самогонки ее предстоит еще очистить но сейчас я покажу среднее спиртовое содержание получилась 60 градусов чуть больше 63 где-то примерно как я очищаю я использую для этого яичный белок много в интернете видео посвященных этой теме делаю следующим образом на каждый литр вот такой 60 градусный я беру одно яйцо это яйцо отделяю желтки от белков далее белки один к одному смешиваю с водой легко сбиваю венчиком и смешиваю с самогоном дальше можно фильтровать можно просто оставить отстаиваться и потом слить уже чистую очищенную самогонку отделяем желтки от белков я все-таки взял 8 яиц потому что не очень крупные яйца да и с учетом того что больше 60 градусов надо подстраховаться заливаем воду и венчиком взбиваем до однородной массы очищать буду пластиковой таре потому что стекло потом практически невозможно отмыть от осадка белкового вот это вот выкидывать хорошие емкости очень жалко во первости я в стекле это делал и оказалось что просто уничтожаются хорошие и нужные для дальнейшего хранения алкоголя бутылки вот пена образовалась это в принципе достаточно сейчас я разолью имеющийся алкоголь в две пластиковые пятилитровые бутылки и равномерно залью полученным белковым раствором ну вот относительно в равных пропорциях я залью емкости и переливаю туда белок закрываем тщательно взбалтываем перемешивание желательно осуществлять два раза в день пока очевидные хлопья не выпадут в осадок и не образуют стойкую такую субстанцию с которой мы потом и сольем уже чистый готовый продукт началось выпадение в осадок отреагировавшего белка осадок выпал можно переливать но все равно надо немножко процедить потому что некоторые хлопья могут попасть в продукт вот и пришло время собирать камни то есть окончилась фильтрация и на выходе я получил 6 литров великолепного чистейшего самогона крепостью 55 ну порядка 57 градусов как говорится фильтрация градус крадет но я не стремился получить слишком много дело в том что продукт мне нужен очень хороший качественный потому что делается для себя а не для того чтобы гордиться каким-то невероятным выходом с одного килограмма сахара так что все просто но время требует и конечно же дальше это все на хранение ждать лето когда уже можно будет делать настойки всевозможные спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...